Всем привет! Как вы уже знаете, меня зовут Иван Оз. И, как вы можете догадаться, пришло время корчить мозг и напрягать извилины. И сегодня я бы хотел поговорить с вами о фишках миди-фидбэка в ланч-паке. Запись данного урока была обусловлена тем, что на просторах сети я до сих пор не встретил ни одного толкового пояснения реализации простых и в то же время очень полезных для пользователей ланч-падов фишек. Работать же мы будем по следующему плану. В первой части урока мы пробежимся по миди-девайсам, а во второй перейдем к более продвинутому использованию девайсов в связке с миди-реками. Ну а теперь давайте-ка перейдем к практике. Первым делом удалим аудиодорожку, так как в дальнейшем она нам не понадобится. Создадим пустой миди-клип, выберем карандаш и нарисуем линию из шестнадцатых нот. Далее выбираем наш ланч-пад в поле миди-ту и на самом ланч-паде переходим в режим юзер-1. Нажимаем кнопку play. И как вы можете видеть, та самая нота, которую мы только что нарисовали в миди-клипе, подсвечена на ланч-паде. Ну и для начала кинем note-length на наш миди-трек. Первым делом поставим его в режим синхронизации. Ну а теперь перейдем к первому интересующему нас параметру. А именно к параметру длительности нот. Который также у нас будет отвечать за продолжительность мерцания подсветки кнопок на ланч-паде. Хочу сразу обратить ваше внимание, что любая ваша нота в клипе не может быть по длительности больше, чем ее истинный размер. То есть, если в нашем клипе нарисованы одни шестнадцатые ноты, то как бы мы ни старались поставить длительность наших нот больше шестнадцатой, периодичность мерцания на ланч-паде все равно не будет больше шестнадцатой ноты. Параметр под названием gate служит нам для того, чтобы более точно в процентном соотношении устанавливать длительность нот, относительно заданного выше параметра длительности. В нашем же случае он позволяет более точно регулировать длительность каждого мерцания на ланч-паде. Следующим девайсом, представляющим для нас немаловажный интерес, является Velocity. Данный девайс служит нам для того, чтобы мы могли менять цвет подсветки на нашем ланч-паде. И первым делом поставим мы его в режим Fixed, дабы громкость нот у нас была фиксированной, и мы могли менять цвет подсветки на ланч-паде с помощью одного регулятора. Поставим для примера Velocity на 67, и, как вы можете видеть, подсветка станет красной. Далее добавляем девайс под названием Pitch, который позволяет нам расположить подсветку пэда в любом удобном для нас месте на гриде ланч-пада. Вот, собственно, тот самый минимум, который позволяет нам использовать подсветку пэдов на ланч-паде по максимуму. Ну а теперь мы перейдем ко второй части нашего урока. Что же мы можем сотворить с имеющимся у нас набором миди-девайсов? Ну, самый простой вариант – это реализовать простейший мидишный фидбэк на нашем ланч-паде и немного приукрасить его, заменив цвет подсветки на более радующий наш глаз. Для этого в миди-треке, как обычно, в поле миди-ту выбираем наш ланч-пад. Далее ставим мониторинг в положение IN и кидаем Velocity на наш миди-трек. Осталось только поставить Velocity в режим FIXED и выбрать любой приглянувшийся цвет. Также цвет можно менять и с помощью регулятора с заранее заданным набором цветов, что им хо гораздо удобнее. Для этого кидаем миди-рек, в котором создадим для примера два чейна. И кинем на каждый из них Velocity. Перейдем на вкладку Chain и расположим наши чейны порознь относительно друг друга, после чего вешаем Chain Selector на Macro Knob. И в режиме Map Mode выставляем диапазон, на котором будет работать переключатель. В нашем случае от нуля до единицы. Ну а теперь можно выставить любые приглянувшиеся нам цвета на каждом из чейнов. И в итоге мы получим переключатель цвета подсветки. Следующим пунктом нашей программы идет реализация подсветки кнопок, привязанных к управлению каким-либо параметрам. Данная фича необходима по той простой причине, что при навешивании какого-либо спектра параметров на ланч-пад, по дефолту фидбэка не происходит. Для примера. Кинем на аудиодорожку Redux и сделаем разметку на верхний ряд кнопок параметра битности. Нажав сначала на крайний левый пад и удерживая его, нажмем на второй пад, расположенный ближе к центру. И как вы можете видеть, при нажатии кнопок параметр меняется, но фидбэка на ланч-паде не наблюдается. Реализуется же фидбэк следующим образом. Первым делом создадим миди-трек. И по традиции в поле MIDI-2 выбираем наш ланч-пад. А также рисуем линию из 16-х нот. Далее кидаем миди-рек на нашу только струксозганную дорожку. И добавляем к реку Velocity. Выставляем OutHigh и OutLow в нули. Отключение Velocity вешаем на Macro Knob. И как вы можете догадаться, данный параметр будет отвечать у нас за включение и выключение подсветки. Данная функция необходима, дабы не возникало глюков с подсветкой при переходе в режим сессии. Повесим его на любую приглянувшуюся нам кнопку ланч-пада. Также хочу отметить, что вместо Velocity вполне вам можно использовать NoteLength, поставив в режиме синхронизации длительность нот на 0. А также вполне возможно обойтись без возвращений, навесив отключение на параметр миди-рек. Дело осталось за малым. Навесить наш хитбэк на редакс. Для этого кинем еще один миди-рек, в котором создадим 4 чейна. После этого кидаем питч на каждый чейн, переходим к чейн-селектору и производим операции, аналогичные реализации переключателя цвета-подсветки. Субтитры создавал DimaTorzok Далее выставляем питч на каждом чейне в том же диапазоне пэдов, где висит наш редакс. Ну а теперь осталось только сделать своего рода синхронизацию с медичным контролем нашего редакса. Вот наш хитбэк для битмешки редакса и готов. Ну а теперь, пожалуй, перейдем к самому интересному, а именно к реализации метронома. Как обычно, создадим миди-клип, выберем наш ланч-пад и нарисуем линию с шестнадцатых. Кидаем ниди-рэк, в котором создаем 8 чейнов с питчом и располагаем каждый чейн по отдельности. Перейдем к модуляции чейн-селектора на нашем клипе, где нарисуем автоматизацию выбора чейнов на каждую восьмую ноту. А также располагаем питч для реализации метронома. Вот, собственно, наш метроном и готов. Также вполне реально реализовать метроном, тупо нарисовав ноты на нужном месте, в миди-клипе. Но мне кажется, располагать их через питч намного удобнее и быстрее. На этом наш урок подошел к концу. И в качестве домашнего задания советую вам поэкспериментировать с различными настройками рэков и эффектов. До новых встреч! С вами был Иван Ос, специально для звук.ру. Субтитры создавал DimaTorzok